Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Серпухова стабильная. Эту информацию подтверждают в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Московской области. Однако в 16 образовательных учреждениях введены карантины в отдельных группах и классах. Потому профилактические меры защиты от вирусов сегодня никто не отменяет. Напоминают врачи. Насморк, разбитое состояние, головная боль, боль в горле, повышенная температура. Если верить статистике, 95% всех инфекционных заболеваний – это ОРВИ и грипп. Болезнь – неизбежный спутник осенне-зимнего сезона, однако эффективная профилактика действительно существует, заверяют педиатры и терапевты в один голос. Только бабушкиных мер в виде чеснока и лука недостаточно, поскольку вирусы – не вампиры, и чеснока не боятся. Есть небольшой список профилактических мер, соблюдая которые можно обезопасить себя и своих близких. Походы по торговому центру или по магазинам заменить прогулками на свежем воздухе. Одежда должна быть по погоде, вспотев, переохладиться гораздо легче. Хорошо, чтобы ребенок гулял. Не закрывать маской – это одно, но шарфом область носа не надо, потому что влажная среда создает дополнительные условия, благоприятные для любых патогенов. Одеваться по погоде. Не нужно, чтобы ребенок вспотел, не нужно, чтобы он замерз. Правильное питание – это тоже важно. Антитела и ферменты, разрушающие бактерии и вирусы – это белки. И если в организм их поступает недостаточно, иммунная система не может работать полноценно. Поэтому мясо лучше всего постное, вроде филипптицы или говядины, рыба, творог и кисломолочные продукты должны быть на столе каждый день. Побольше фруктов и квашеной капусты в ней огромное количество витамина С, а не хвататься за антибиотики. Антибиотиками вирусная инфекция никогда не лечится. Антибиотиками лечится уже осложнение вирусной инфекции. Это вот эти все трохииты, синуситы, гаймориты, бронхиты и пневмония. Самое-самое неприятное. Как правило, после пяти дней этих вирусных инфекций, по стечению пяти дней, если сохраняется температура, то срочно нужно обращаться и уже выяснять, в чем причина. Опять же, там не больше семи дней вирусная инфекция у нас идет, протекает, течет и, собственно, даже не лечая ее, все равно симптомы стихают. Если уже присоединяется кашель, температура сохраняется, то это 100% назначение антибиотиков. Еще совет от терапевта чаще промывать нос, мыть руки с мылом, проветривать помещение, проводить влажную уборку. Широко открыть форточки на 20-30 минут и повторять это 2-3 раза в день, а не держать маленькую щель в окне постоянно. Не стоит бояться сквозняков. Сам по себе поток холодного воздуха не вызывает простуду. Опасны вирусы, которые, собственно, и должны удалить проветривание. За январь этого года пока зарегистрировано в Серпухове 4 случая гриппа. Пик заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения пришелся на начало года, когда люди вышли на работу после каникул. А вот с 28 января на карантин ушли по одной группе в 14 детских садах и 7 классов в двух школах. Образовательный процесс приостановлен на 10 дней. На нашей территории, на территории городского округа Серпухов, завозных случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Сейчас все на, так скажем, боевой готовности. То есть специалисты Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, в первую очередь это в пунктах пропуска, это в аэропортах проводят выявление, активное выявление температурящих больных, для того, чтобы их своевременно изолировать, обследовать и не допустить дальнейшего распространения. Роспотребнадзор настоятельно просит пока воздержаться от поезда к заграницу, чтобы не привести с собой коронавирус. В управлении ведут еженедельный мониторинг заболеваемости. В целях недопущения распространения ОРВИ гриппа просят родители быть внимательнее к здоровью детей, больных не водить в школу или детский сад, самим тоже вести здоровый образ жизни.